Компания Toyota получила сертификат одобрения типа транспортного средства от ETS на обновленный седан Camry. Судя по этому документу, Camry обретет серьезно переработанную гамму силовых агрегатов с двигателями от кроссовера RAV4. Изначально рестайлинговый седан Toyota Camry дебютировал прошлым летом в США, потом появился на рынках Европы, Японии и Китая. Внешне обновленная Camry отличается от предшественницы слегка измененным оформлением переднего бампера и растянутыми ламелями решетки радиатора, которые украсили по бокам хромированной кромкой. А передняя камера переехала своеобразной сабли на решетку в переднем бампере. Кроме этого, модель получила колесные диски с новым дизайном размерностью 16, 17 или 18 дюймов, оттенок кузова серый металлик Deep Metal Grey и пересмотренный рисунок задних фонарей. В салоне появился новый сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 9 дюймов, который возвышается над передней панелью, за счет чего центральные дефлекторы перенесли под него. В России седан получит новый базовый мотор – 2-литровую четверку М20А ФКС с комбинированным впрыском, фазовращателями на обоих распредвалах и степенью сжатия 13 к 1 вместо 12,7 к 1. Мощность та же – 150 л.с., но крутящий момент увеличился с 192 до 206 ньютон-метров. Также у начальной версии теперь иная коробка передач – клиноременный вариатор вместо шестиступенчатого автомата. Двигатель 2,5 литра модели 2 РФЕ тоже заменен более современным агрегатом А25А ФКС того же объема. Он получил комбинированный впрыск вместо распределенного, увеличенную степень сжатия с 10,4 к 1 до 13 к 1 и большую отдачу. Так, с нового двигателя сняли 200 л.с. 240 ньютон-метра против 181 л.с. и 231 ньютон-метра у предшественника. Теперь же вместо шестиступенчатого автомата будет ставиться восьмиступенчатая коробка передач. Без изменений остался только топовый трехпятилитровый V6 с индексом 2JR ФКС. Он по-прежнему развивает 249 сил и 356 ньютон-метров крутящего момента и агрегатируется с восьмиступенчатым автоматом. Все подробности о комплектациях и ценах будут объявлены в ближайшее время. Ну а дилеры Тойоты уже начали принимать предварительные заказы. Как вы считаете, стоящие изменения получила обновленная Тойота Камри? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.